в общем коридор у нас почти готов осталось вот дверь вот это вверху это шпаклевка по дереву вот там была нас щербинка мы ее замазали так работы вот еще с дверью будут продолжаться потому что вот видите здесь у нас все терракота махагон ну куда вот эта синяя дверь никуда остались у меня обои и вот по размеру вот этих вот вставочек вот этих я вырезала из обоев вот по этой кусочки ну и вот как видите опять синий цвет сами обои чудесные плотные виниловые текстура очень интересная такая вот но синие поэтому с этим синим цветом сделаем еще кое-что еще одна работа которую надо непременно произвести это зашкурить шкурочкой надо зачистить вот эти вот так называемые сопли потеки все потеки брать им ужасов какой-то получился это я отвела вот таким вот терракотовым вот узенькую полосу один слой высох краски мне пришлось наносить еще один чтобы укрыть вот эту всю синеву и вот это вот терракота она будет перекликаться с моими обоями и с моей арочкой кому интересно я не тоже делала своими руками я постараюсь оставить ссылочку на видео под описанием для дальнейшего декора двери берем белую краску акриловую взяла я колер это 9 и 3 номер что-то вроде жженого кофе перри это обозначает еще один этап нам предстоит с вами смотрите вот это уже вы видели вот эта часть была покрашена вот это вот вот эту часть мы покрасили не смотрите что вот здесь светло кажется это когда покроется лаком будет совершенно другого цвета теперь вот вот на эти части филенки правильно называется наверное филенки я буду клеить кусочки обои они у меня уже приготовленные клей остался я развожу и клею если вам интересно что я делаю и вы не хотите пропустить меня вы можете подписаться на мой канал или поддержать меня хотя бы пальчиком вверх еще я хотела бы сказать немножко о красках у всего есть достоинства есть недостатки по идее вот эту дверь надо было бы красить эмалью она и была крашена это было эмаль она легко моется долго служит к ней претензий нет но дело в том что вот и мы сейчас делаем вот этот вот декор этот ремонт сейчас зима и покрасить масляной краской эмалью это а если нитро быстро быстро сохнущие то это вообще будет представляете какой запах в доме в окна по идее не открыть двери не распахнуть я от этой идеи ушла и по решила попробовать этими вот такими акриловыми красками я приклеиваю последний кусочек разглаживаю ну и хотела вам два слова сказать конечно вот эту дверь можно было выкинуть новую заказать но я люблю старые вещи люблю запах истории как бы от них исходящий вот эту дверь и я так думаю она старше и меня год это год постройки дома по документам 53 но может быть тех годов и дверь может быть и попозже или оставили для своеобразная пожившие почти антикварные и мне хотелось подчеркнуть вот эти вот ее достоинства что она из дерева сделана из цельного краску снимать все было бы подчеркнуть текстуру дерева было бы это вообще очень трудоемко очень затратно я решила вот таким способом от декорировать эти вот обои они здесь никак не в цвет вы видите я с вами согласна и вот этот узор он тисненый я собираюсь этот цвет изменить ну а как я буду это делать я надеюсь вы со мной останетесь и это все мы увидим развиваю еще немножко красочки посветлее и губочкой вот так вот такими промакивающими движениями я хочу обозначить рисунок на ткани ой не на ткани на обоях простите он же такой вот рифленый рифленый разные стороны похоже на ткань поэтому я оговорилась такими вот движениями мне надо создать переходы и даже и вот так приходится делать но это я сейчас конечно исправлю это я вам просто на камеру тонируем а ну не знаю как объяснить вот разбавить этот цвет немножко подчеркнуть и сделать плавный переход чтобы вот здесь было светлее ах краю темнее примерно вот так видите центр он светлее и немножко краям уходит вот так вот немножко получается издалека раз пока это высохло это кажется немножко ярко но когда покроется лаком она не будет так вот светло выглядеть я надеюсь этот эффект мне понравится а потом будет еще момент один продолжение декорирования из тех же обоев вырезала вот такие полосочки и вот такие квадратики и немножко тонировала их разведенного вот тоже акриловая красочка с колером и это все на дверь примерно так вот все получается я еще не закончила но кусочек вам покажу издалека смотрится очень интересно пока вот здесь все подсыхает я вам покажу подробнее еще маленький штрих вот здесь работаем маленькой кисточкой потому что здесь нужно аккуратненько мне так проще контролировать все это вот все надо закрасить тарик античное золото вот так потом будет еще один слой поэтому я особо особо не переживаю тут моя помощница кусочком от обоих играет погнала дальше моя помощница есть процесс со мной и еще один штрих акриловой красочкой черной и такой же маленькой кисточкой пройдемся вот здесь пимпочку ну и последний заключительный этап мы все подкрасили все просмотрели берем лак акриловый я беру матовый глянец мне здесь не нужен пробовала кистью кистью мне не понравилось что получилось даже крах часть краски начала стираться и ложится неровно поэтому беру вот такой вот но губочку обычную посудную и начинаю ей покрывать мою дверь это желательно делать в два слоя вы не бойтесь что он белый он когда высохнет будет абсолютно прозрачным ну вот наша работа закончена идемте любоваться такой винтажный замок моего оставили вот такая ручка винтажная античная бронза они в тон вот обоим наши в коридоре видите все покрыто лаком все не боится протирание мокрой тряпки два слоя лака моей дали вторую жизнь я так думаю эта дверь она наверное старше меня и такого на стиле получилось интересно тут лак мешается таком интересном стиле получилось даже не знаю как его назвать может быть кто-то подскажет мне и в общем это все перекликается с цветами нашей нашего коридор чик а и что вот тут были синие обои уже никто не угадает но рельеф остался его видно и у старых вещей такой вот дух времени такой у них со вкусом на них печать времени и поэтому я посчитала что нельзя такую дверь выкидывать пусть она поживет еще порадует нас она вот таким образом задекорирована я считаю что это интересно получилось если вы со мной согласны поддержите меня пальчиком вверх не согласны выскажите свое мнение что по-вашему не так что можно было переделать или сделать по-другому но кому интересно то что я делаю можете подписаться на мой канал и мы с вами еще не раз увидимся и что-нибудь вместе сделаем но пока всем до свидания с вами была марина а